Ну что, приехала ко мне вот эта чучела. Конечно, что ж там есть сопряжение с телефоном, то, что там всё так хорошо в программном отношении продумано, это мне, конечно, понравилось. Тут даже время можно откорректировать по телефону. Буквально одним тычком. Очень просто и элементарно всё это делается. То есть ПО работает отлично. Но как оно выполнено внутри, я это разобрал, я просто ужаснулся. Этот аккумулятор там болтается, ну просто, я не знаю, впихнут в распор между платой и задней стенкой. Абсолютно. Он там, по сути, даже и не приклеен ничем. Просто болтается на поролоне, распёртый, я не знаю, тут аж вот щель видно от того, что он там долгое время находился как бы под давлением в раскоряку. Аж эти половинки выгнулись, вон щель появилась. Её не сожмёшь. Там ничего сейчас не мешает, в принципе, но свести невозможно. Корпус как бы деформирован. Вот. Чё ещё мне тут не понравилось? А, нет контроллера. Зарядка вообще от балды делает. Ну, как вот в самых первых тивдях вообще, вот везде, в самых дешёвых приёмниках, нет совершенно никакого контроля зарядного тока. Поэтому они и пишут в инструкции, что время зарядки 4-5 часов. Во-первых, 4-5 часов – это очень много. Это сразу говорит о том, что там нет нормального контроллера. Кроме того, ну, ты оставишь на ночь, и ты просто убьёшь этот аккумулятор. К чёртовой мать. Раз у меня, если у тебя зарядка даёт не 5 вольт, а там побольше, где-нибудь 5,1, 5,2, а такое бывает нередко, аккумулятору придёт к каюк. Ещё кабель, если хороший. Это вообще, может, не знаю, какой ток получиться. Поставил я туда этот контроллер. Сейчас он уже заканчивает заряд, в принципе. Там уже 200, ну, наверное, может быть, 250 мА. Этот тестер врёт. МА на 40, на 50, может. Ну, заряжает сейчас нормально. Ну, как я туда его впихивал, это отдельная история. Это не в сказке сказать, не пером описать, не топором вырубить. В общем, кошмар. Ну, кое-как впер. Он тут получился у меня где-то между передней стенкой и аккумулятором. Там как-то всё отпилил, всё, что можно с этой платки. Всё убрал. Кое-как его туда впёр. В кембрик затянул, в термоусадку. Поставил ещё разъёмчик небольшой. А в конце я прикреплю фотографию к видео, где будет видно, как что там у меня получилось. Ну, в общем-то, конечно, мне эта конструкция совершенно не понравилась. Не знаю. Брать такие деньги за такую конструкцию и без контроллера, это, по-моему, уже сверхнаглость. На мой взгляд. Ну, вот как-то так. Ну, работает так, работает. Даже неплохо. А, дроссель поставил ему между антеннами. Прямо рядом с антеннами приклеил там небольшой дросселёк на сердечнике. Сейчас я покажу, какой сердечник. Ой, господи, выжимая, где-то залезть и ещё вытащить его надо. Если я там ещё найду, вот такой. Минуточку. Надеюсь, что найду. Так вот, не его увидеть бы ещё с моим зрением остаточным. А вот, вот такой сердечник. Вот такой вот сердечник СЦР. Какой он там, девятый, что ли? Ну, вот, на него прям провод 0,2 берём и наматываем вот так вот до заполнения прям по виткам. И циокриновым клеем потом это всё фиксируется. Там буквально это вот от сих до сих замотать его надо. Вот. И в трубку потом затянуть термоусадочную или в изоленту какую-нибудь посадить. Вот. И приклеить клеем. Это заметно повышает чувствительность на УКВ. Там сразу начинает антенна строиться в резонанс. И приём здесь существенно лучше. Ну, как-то вот так вот. Испытания будем уже потом проводить. Ну, я так понял, что он на средних волнах хорошо. Довольно-таки принимает, если учесть, что в антенке вообще нет ничего. Тем не менее, что-то слышит. Даже на КВ как-то что-то ловит вроде. Не сказать, что он совсем прям там тупой, нормальный. Я думаю, что много чего наловит на просторе подальше от помех, если отойти. Ну, и на УКВ в общем-то совсем даже неплохо. Так-то, в принципе, вот к электронной части особых претензий нет, за исключением аккумулятора. То, что так с аккумуляторами не поступает, особенно несменными, заряжать его через диод с резистором 1 Ом. Это смешно. Ну, вот пока и всё. Что там и как, потом дальше покажу впоследствии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok